Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин и в данном видеоролике поговорю с вами о 15-м студийном альбоме группе Depeche Mode Momento Mori и о блокировках на YouTube. Конкретно в этом ролике я долго распинаться про альбом не буду. Почему? Потому что без музыкального сопровождения, без вставок из видеоклипов, альбомов других лет и нового альбома обзор получится какой-то неправильный, мы ведь на видеохостинге и здесь не только голос, здесь и видео играет, но при этом и звук играет, нужна мелодия. А сделать на YouTube я этого не могу, поэтому обзор я уже записал и я хотел выложить его на YouTube, но перед публикацией YouTube мне сказал, будет запрещено во всех странах, а это значит, что его во-первых никто не увидит, а во-вторых очень велика вероятность страйков, а страйки мне сейчас вообще не нужны, но об этом во второй части видео. Что по поводу обзора. Обзор я снял еще сколько, 10 дней назад, короче он сейчас залит в моей группе ВКонтакте и на Яндекс.Дзене внезапно, еще он на Бусти, но он там в черновиках. Все ссылки, которые ведут на данный обзор в описании, переходите, смотрите. Там я разобрал, почему альбом слабый, почему я считаю его, ну, наверное, одним из самых слабых за всю историю группы, сравнил его с недавними альбомами, объяснил свою точку зрения и рассказал, почему моей точке зрения относительно допишмот можно доверять. Так что не ленитесь, переходите и смотрите. Если вам нравится моя деятельность на YouTube, то посмотрите и в ВК, и на Дзене, чтобы нагнать просмотров и, я не знаю, мне приятно будет, спасибо вам заранее. Короче, насчет допишмот, я думаю, все сказал, альбом слаб, YouTube запрещает показывать обзор, ссылки в описании. Теперь, что касается блокировок, на мне сейчас энное количество страйков висит, и поэтому я буду очень аккуратен с контентом на ближайшей дистанции в 80 дней. Не дай бог что, я не хочу терять канал, я не хочу вставать в один ряд с Пучковым или Лебедевым, нет. По заработку окей, по потере каналов не хочу, поэтому роликов будет мало, их и так-то немного, но будет прямо вот мало, хотя, не знаю, есть у меня один проект в башке сидит, если стрельнет, то все будет хорошо, об этом позже, если стрельнет, вы это увидите, если вы мой подписчик. Про блокировки, в общем, получил я тут энное количество страйков, да, я как бы нарушил правила сообщества, но как бы, ну, не страйки же знает кидать, но меня YouTube херанул, ладно, но при этом ведь YouTube может сделать очень подлую вещь, с которой я тоже сталкивался, и именно поэтому обзор на депешмот я так все-таки и не выложил, чтобы в теории не получить страйк. У меня такие блокировки с моим каналом были связаны именно с депешмот и несколько раз, сейчас я вам расскажу эту историю, и вы поймете, какая YouTube сучка, прямо вот, блять, сучка, и в негативном, в негативной характеристике данного слова. В свое время я снимал клипы, такие любительские клипы на музыку депешмот, давал свое видение, и у меня было два видения на InChains, ну, точнее, две вариации одного и того же клипа, когда я выложил их на YouTube, все было нормально, все, доступ есть, потом YouTube ограничил доступ на один из данных роликов, мол, нельзя, нарушаете права, потом опять возобновил, потом вообще заблокировал, сейчас не знаю, уже не суюсь, а потом было еще более интересное. На 30-летие альбома Black Celebration я выпускаю обзор альбома, прямо объясняю, как он создавался, с какими трудностями ребята столкнулись, при этом что преподнесли, кто какую лепту внес, ну, в общем, история альбома, недолгий ролик был, минут, может быть, на 10-15, это не часовые видео, которые сейчас заполонили интернет, нет, такой вот 10-15 минут, так, чисто под две сигаретки посидеть, послушать, посмотреть, и, естественно, как я сказал, в начале этого ролика, ну, нельзя делать обзор на музыкальный альбом, на видеохостинге, без музыки и без видеоряда, естественно, я делаю и с музыкой, и с видеорядом, музыка и видеоряд от депишей, ну, и не только там еще Рамштайн был, не помню, возможно, кто-то еще был, но Рамштайн как представитель тех, кто сделал клип на песню Strap, там сравнение было, не суть, короче, делаю я такой обзор, выпускаю ровно в день 30-летия 17 марта 2016 года, так как альбом 17 марта 2000, ой, 1986 года, в общем, все вроде бы зашибись, опубликовал, люди смотрят. Проходит пару лет, я заглядываю в творческую студию Ютуба, просто посмотреть ролики, может быть, закрыть те, которые, ну, не то чтобы неактуальные, которые были сделаны спустя рукава, и нафиг их надо, некоторые может удалить, а некоторые может опять открыть, ну, такая, знаете, вот, разобраться в творческом беспорядке. И я наблюдаю, что Ютуб удалил. В общем, я сейчас монтирую данный видеоролик, который вы смотрите, решил еще раз на всякий случай залезть в Ютуб, в творческую студию, и обнаружил, что мой обзор все-таки сейчас открыт для просмотра, он не удален, он, его можно посмотреть везде без ограничений. Вот, прямо вот послушайте. Одиннадцать композиций на основном диске, и дополнительные три композиции на втором диске как дополнение. Отлично, да, то есть вот, это я из 2016 года, с ужасным качеством звука, как и сейчас, и запинающийся, как и сейчас, только тогда из-за не особого опыта, а сейчас из-за эмоций. Ютуб, ты меня с ума сведешь, я уже не понимаю, где твоя реальность. Зритель, спасибо, что все-таки досмотрел, если досмотрел до этого момента, обзора на Ютубе, на альбом Моментомори, я думаю, все-таки не будет, я его перезаливать сюда не буду, ссылки я оставлю в описании, смотрите ВКонтакте, на Яндексе, потому что Ютуб, ну, я уже, я не знаю, как он себя ведет, то можно размещать, то нельзя размещать, то блокируем, то не блокируем, то удаляем, то не удаляем. Ты, ты как работаешь, ты как 12-летний подросток, который и мальчик, и девочка, и монструирую, и во сне кончаю, и, блядь, ничего не понимаю, не знаю. Ютуб, тебе сколько лет-то уже? 2005-го ты года? Взрослый, блядь, пацан! Какого хера? Короче, ёпарас это, в общем, ладно, спасибо за просмотр. Ой. Кола? Ага. Без сахара? Ага. Не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дизлайк. Забавно снимать данный ролик, когда конец месяца, тепло и цифры, прекрасно. За окном ещё доржик идёт. Ты в шляпе в помещении. Кайф. Кайф.